Это вообще что такое? Хватит ржать! Это вообще-то мне мама прислала! Просто с размером не угадала! Да это вообще очень смешно! Ну невозможно же спокойно смотреть! Блин, я чувствую себя как подросток! Мама купила мне какую-то дурацкую футболку и теперь весь класс надо мной ржет! Ну хочешь, ты будешь страдать не в одиночку! У тебя тоже есть что-то уродское? Нет, сегодня я предлагаю 24 часа выживать в подростковых страхах! Разбился! Да нет, все с ним нормально! У меня защитное стекло! Фу, отлегло! А чего ты боялась, когда была подростком? Что у меня будет самая скучная работа, как у всех! Ну, теперь ты блогер! Да, они не оправдались! Надо спросить у девчонок, чего они боялись в подростковом возрасте! Ксюш-ксюш, ребята спрашивают, что мы боялись, когда мы были подростками! Мать моя женщина, Маша! Фу, больше так не делай! Ладно, я боялась, что мне не купят собаку, да и до сих пор боюсь, но благодаря нашим подписчикам мой страх постепенно уходит! Что, скоро 5 миллионов? Именно! Ребята, если мы с вами наберем 5 миллионов, то у меня наконец-таки появится собака, поэтому подписываемся прямо сейчас! А зачем нас вообще об этом спросили? Ну, слушай, когда ребята задают подобные вопросы, это значит только одно! Они придумали какой-то очередной крутой челлендж! Даже спорить не буду! Подожди, они кружок прислали! Предлагаю сегодня выживать в подростковых страхах! Подростковые страхи, значит! Хоть я уже не совсем подросток, но мне уже страшно и страшно интересно, поэтому давайте попробуем! Итак, первый страх, в котором мне предстоит сегодня прожить какую-то часть дня, это страх беременности! В 16 лет девочке-подростку всегда страшно забеременеть, это факт, потому что в голове ты еще сам ребенок, а у тебя как бы уже пузожитель образовался, это, конечно же, страшно! Лично я, когда была маленькой, думала, что забеременеть можно от поцелуя с мальчиком, даже в щечку, и это прям было, это реально мне было страшно! Я не знаю, блин, страх забеременеть, это, с одной стороны, и нормальный страх, а с другой стороны, и как-то очень странно! Ладно, для того, чтобы проверить этот страх, у нас имеется фейковый беременный живот, который мне сейчас предстоит надеть, и, я не знаю, пойти прогуляться и так далее! И главное, нужно поверить в то, что мне снова 16 лет! Это будет очень странный экспириенс, но ладно, пойдемте пробовать! Ну что, наш образ с вами на сегодня выглядит вот так вот, я не помню, Аня, по-моему, говорила, что это то ли второй триместр, то ли уже третий, я не помню! Пузель уже как бы присутствует, ощущается, чувствуется и выглядит соответствующе, поэтому, блин, идем на улицу ловить косые взгляды людей, как мы это любим с Машей, конечно же! О, мне уже страшно, Маша! Что, Ксюш? Маш, я беременна! Капец! И что теперь делать? Что делать? Да я-то откуда знаю! Ксюш, Ксюш, долго спокойно! Ты родителям рассказала? Да, они меня выгнали из дома! Блин, ну пойдем посидим где-нибудь и подумаем, что делать дальше, в конце концов! Маш, вот скажи мне, где я теперь буду жить? Ну, можешь у меня немного пожить! Спасибо, а потом? Ну, а потом, может быть, родители впустят обратно, ведь у них родится внук, либо внучка! Маш, я хочу асфальт свежий! Что? Да понюхать асфальт хочу! И земли съесть! Ксюш, ничего не трогай, слишком много микробов находится на улице! Пойдем, лучше что-нибудь другое поедим! Я не хочу другого, я хочу земли! А курицу? Тоже неплохо, а какую? Курицу-гриль, конечно! Пойдем! Маш, подожди, а как я рожать-то буду? У меня ничего нет ни денег, ни кроватки, ни игрушек, ни одежды! Ну, ты не расстраивайся, мы пойдем и купим все! Маш, денег у меня тоже нет! Капец! Так, спокойно, что-нибудь придумаем! И не из таких ситуаций выкручивались мы с тобой, мы в конце концов с тобой из бомжа сделали красавчика! Капец, Маш, мне не нравится быть беременной, я устал и как-то слишком много плачу! Ксюша, ты сильная, ты сможешь! Помни правила челленджа! Ты должна выжить в своем подростковом страхе! Пойдем! Сейчас я буду выживать в страхе всех подростков! Когда ты разбил что-то очень ценное и не знаешь, насколько сильно тебе за это попадет от родителей! Мамина любимая кружка! Из нее ты просто обожаешь пить чай, но делаешь это максимально осторожно, чтобы она не поняла, что ты ее брал! Но сейчас-то я уже аккуратна и такого со мной точно не произойдет! Ай, делай, 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 влетел! Блин! Ты чего наделал? Мне теперь от мамы влетит! А что ты дергаешься? Я тут вообще ни при чем! Конец! Это просто конец! Интересно, у нас есть какой-нибудь хотя бы клей дома? Фух, ладно, мама ничего не заметит! Этот кусочек был отсюда! Так, вот стоит все! А это куда? Ну давай будет вот здесь! Стоять! Ну-ка, замри! Рядом с ним должна быть вот эта ручка! Сейчас я ее поставлю, и это все хорошо встанет! Переходим к плану Б! Сделаем вид, что ничего не было! Быстренько все подметаем! Куда, куда мне это все спрятать, чтобы никто не заметил! Кровать! Теперь бежим из дома, как будто бы ничего не было! А мне попался страх быть пойманной полицией! Особенно, когда ты несовершеннолетняя, и тебя полиция берет, забирает, отвозит в участок и начинает звонить родителям и говорить «Здравствуйте, ваша дочь у нас сидит в обезьянке! За то-то-то-то-то-то! Пожалуйста, приведите ее паспорт и заберите ее!» Но моя задача выжить в этом страшном челлендже! Поэтому пойдемте к отделению полиции! Маш, ну слушай, для того, чтобы тебя поймали, нужно сделать что-то запрещенное! Ну а что я могу сделать? Ну, не знаю, на мусоре где-нибудь! Ну, вон какая-то машина стоит, может быть ее стукнуть? Ну, не знаю, мне кажется, это чересчур! Ай, была не была! Кажется, беру сердце в голову! Маша, это капец! Что вы наделали? Я не знаю, это все лучше! Где прятаться теперь? Там какой-то мужчина идет, а там девушка! А вдруг эти люди все видели? Кажется, Маша очень сильно испугалась! Это мой шанс! А ну стоять! Это не я! Маш, ну как же не ты? Ты стоишь передо мной! Блин, Ксюша, ты меня напугала! У меня чуть-чуть инфаркт не случился! Я на совсем что-то с ума сошла! Причем ты знала, как я боялась выполнять этот челлендж! Но ты, как истинная лучшая подруга, решила меня пранкануть! Досталась своими пранками! Ну ладно тебе, Маш, зато ты на полной катушке почувствовала, каково это быть пойманной полицией! Точнее, бояться быть пойманной полицией! Разве не в этом смысл челленджа? Отстань! С тебя прочитается! Прыщи! Да это страх для девчонок! Я вообще этого никогда не боялся! Лучше посплю! Не боялся, говоришь? Сейчас мы это и проверим! Саш, просыпайся! Я пиццу заказала! Пиццу я буду! Иди руки мой, я курьера встречу! Вот еще придумала перед пиццей руки мыть! А это что такое? У меня что? У меня что-то витрянка! А-а-а! Или нет? Прыщи! Как они тут оказались? О, Сашин голос! Она говорил, что все равно! Следующий страх, который мне предстоит прожить, это страх написать парню первый. И на своем опыте скажу, что это не только подростковый страх. Мне страшно до сих пор. Особенно если пацан нравится, писать ему первый всегда страшно. Если тебе на парня параллельно, то вообще-то там не стесняешься, пишешь первое, шутишь и так далее. А вот когда реально парень симпатичен, это все, ты становишься другим человеком, руки трясутся вот так вот от каждого сообщения, от каждого уведомления. Вот, ну, блин, придется что-то с этим, видимо, сделать. Ладно. Блин, это жестко! Маш, я об этом же! Это жестко, и тем более, когда ты подросток. Но как мы это проверим? А кому будешь писать? Блин, не знаю. Давай выберу. Так, контакты, космонавт, Петрик, баба кап... Кто такой баба кап? А, это же я! Мурат такси, Саня Шланге, Свинута Говень, Спулае, Мулае, на-на-на-на-на-на. Ксюш, у тебя вообще нет нормальных контактов, что ли? Ну, Маш, я записываю из ассоциаций или локальных мемов каких-то. Даже ты у меня записана баба капа. Если честно, я даже не помню, откуда этот мем взялся. Я помню, что его придумала я, но почему и что было этому причиной, я не помню. Утилизатор пицунки? Да, это мой брат. Звездочка, тигренок, лев, лес, Лешапопак, Матерь Божья, ресницы, ЦБ, Ксюша, у меня так много вопросов и так мало на них ответов, что я даже не знаю, кого из этого выбрать. Выберу наугад. Ну и кто там выпал? Персик. О, нет, Маша, как ты могла среди всех контактов выбрать именно его? Блин, ну все, мне конец. Если ты мне сейчас скажешь, что я действительно выбрала того самого парня, который тебе нравится, то я пойду на битву экстрасенсов. Маша, он мне не просто нравится. Я хочу за него замуж, я хочу его фамилию. Маша, тебе прямиком в белый конверт. Ха, а ты сомневалась в моих способностях, между прочим? Не зря говорят, что я ведьма третьего поколения. Маша, я тебя молю, только не его. Вот, давай еще раз, давай со второго раза. Первого раза не считается. Пожалуйста, кого угодно, но не ему. Ну уж нет, дорогая моя, правило есть правило, поэтому давай, пиши живо. О, ладно, что писать-то? Ей-богу, Ксюш, как будто бы в первый раз ты зовешь мальчика на свидание. Живем в 21 веке. В конце концов, напиши привет, как дела, какие планы, как на учебе, то есть у пятой десятой, там на работе, я не знаю его, а лично, жизни, от слова ничего. А ты знаешь, потому что ты влюблена. Девушка, которая влюблена в каком-нибудь парня, знает о нем все, даже самую первую его девушку в жизни. О, жесть, как же стыдно. Ладно, пишу. Привет. Стоп, а подожди, а если он согласится? Да нет. Ну, а если да, скажешь, что передумала. Ты девочка, имеешь право. Маш, ты из меня совсем дурочку хочешь сделать? Так, почему сделать? Ты уже? Ладно, привет, как дела, не хочешь увидеться. Он ответил! Так, ладно, да, конечно, давно хотел предложить тебе, сам пойдем. Ну, вот видишь, не так уж и страшно. Ой, скоро новая парочка появится. Ах, обожаю весну, голубки. Ага, Маш, конечно, совсем не страшно. Самый жуткий страх подростков, особенности девочек, это потолстеть. Лично я этого очень боялась, и лишний раз пыталась не скушать вкусняшку. Ну, конечно же, у меня это не получалось. Давайте посмотрим, смогу ли я выжить в этом страхе спустя столько лет. Самое время сделать из себя толстую. Пара килограмм сразу прилипли. Сверхом сделаем то же самое. Вот такой я была бы, если б ела все подряд. Теперь самое сложное, справиться с этим страхом. Для этого мне придется питаться, правильно. Ну что, Ань, ты голодная? А как ты думаешь, я завтракала шесть часов назад. Тогда я знаю, куда мы пойдем. Так, я как всегда буду двойной чизбургер. Возьму сразу с картошкой и колой. Тебе что-нибудь взять? Воду мне возьми, диетическую. Не пойму, а что ты будешь есть? У меня все с собой. О, где там мои вкусняшки? Картошечка фри. Мм, какая горячая. Булочка. Соус забыли. Ну почему? В Макдональдсе всегда это происходит. Ладно, от этого он не менее вкусный. Приятного тебе аппетита. Какая-то ты грустная что ли? Божественный вкус. Да, интересно, с чего бы это? Я не знаю, мне все нравится. Еда вкусная. И фанточка еще волшебная. Ты можешь, хотя бы есть молча. Да не переживай ты так, набрала совсем чуть-чуть. Картошка здесь очень вкусная. А бургер просто песня. Давай быстрее все доедай, иначе я сожру тебя. Как же это страшно. Этот страх просто невыносимый. Я не хочу салат, я его ненавижу. Я хочу булку. Мой страх опозорится. Всем наверняка снились сны, в которых они оказывались голыми в классе. До сих пор помню, как я проснулась и с меня сходило 7 поток. Это было ужасно. И к тому же, я тогда была прям пухленькой, толстенькой. И меня тогда все обзывали, особенно во сне. Говорили, что я колобок, жирная, некрасивая. Но видать делать нечего, и мне придется встретиться с этим страхом. Лицо к лицу. Ксюш, мне уже неловко так выглядеть. Ну, Маш, твое задание опозорится. Причем перед всем классом. Ксюша, у нас нет класса. Мы закончили школу два года назад. Зато есть улица. Вперед! Как стыдно! Какой стыд! Какой позор! Все люди смотрят на меня. Ну ладно, в гордую походку иду прямо. Знаете, с какой-то стороны даже очень хорошо. Прогулка на свежем воздухе, причем сейчас еще температура скачет то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И получается закол очень хороший. Мураши побежали. Если я заболею, я не виновата. Свежо-то как! Еще бы солнышко, еще бы тепло было бы, прям, знаете, плюс 30. Я обходила бы и загорала. Радует, что на нашем районе сейчас не так много народов, потому что все уехали отдыхать. Ай, не так придется сильно позориться. Никто не смотрит. Видимо, каждый день какая-нибудь девушка вот так вот ходит. Все, с меня хватит. Страх остаться без телефона. Он до сих пор у меня есть, ведь там вся моя жизнь. Все, что мне нужно. А раньше меня мама пугала этим и казалось, что без телефона никак. Саш, я тебе помогу. Давай мне сюда свой телефон. Ну на, держи. Спасибо, отойду подальше, чтобы разогнаться. Не понял, а зачем разгоняться? Ты что наделала? Ты совсем бешеная. Ну ты же сказала, что сможешь без телефона. Я все устроила. Ну нафига было выкидывать телефон? Ты просто могла его спрятать. Саш, ну так ведь эффектней. Согласись, вон как ты занервничал сразу. В смысле нервничать? А как мне еще себя вести? Это же был мой телефон. Ему всего год. Ты же сам попросил, и я вижу, как тебе страшно. Я остался не то, что без телефона. Ты его уничтожил, и я туда не полезу. Ну ладно, ты наказан. Сегодня день без телефона. Да как ты могла? Да ты меня всю жизнь испортила. Я себе теперь не смогу даже чипсиков купить. Да ладно тебе, ты справишься. Я в тебя верю. Немедленно иди и купи мне новый. Ну ладно, ты же уже прошел этот страх. Было действительно страшно. Пойду новый куплю. Купишь, купишь. Куда ты денешься? На, держи. Не благодари. Не понял. Это же мой телефон. Но я же не совсем сумасшедшая, чтобы выкинуть телефон. Я выкинула чехол. Блин, как ты так сделала? Я поверил. Мой телефончик. Да уж, быть одетым как лох это страшный сон любого подростка. Все подростки очень сильно парятся насчет своего внешнего вида, одежды и так далее. Поэтому сейчас у нас с вами будет очень крутой шоппинг. Поехали. Итак, наша задача найти самый странный лук. Я, честно, не знаю, как у нас получится это в достаточно хорошем магазине, так как здесь все подобрано по цветам, по фасонам и так далее. Поэтому я буду выбирать те вещи, которые я вообще не ношу, никогда не носила и навряд ли буду. И первый лот это вот эти джинсы. Они очень широкие. Единственная облегающая вещь, которая есть в моем гардеробе, это черные скини джинсы. Типа, это база и так далее. Но такие вот настолько мешковатые, к тому же еще и цвета деним джинсы, я никогда не покупала, не носила и даже не мерила. Поэтому будет интересно посмотреть. Я, честно, буду стараться подбирать что-то очень-очень странное. Ну, блин, здесь реально классные вещи. Я не знаю, насколько у меня это получится. Обычно с мешковатыми джинсами надевают какой-нибудь топ, что-то такое наверх, что-то облегающее. Я нашла вот эту рубашку, я не знаю, по цветам оно подходит, но по фасону слишком как-то по-деревенски, что ли. Поэтому, я думаю, нам стоит ее взять на примерку, это будет идеальный вариант. Погнали мерить! Как я и говорила, эти джинсы вообще нельзя носить вот с такой же рубашкой. Я себя чувствую, я не знаю, как в каком-то халате. Нет, вот к этим джинсам реально нужен топ. Тут никакие ни рубашки, ничего подобного мешковатого, ничего не должно быть. Но, на удивление, джинсы мне реально нравятся. Но это не отменяет того факта, что я чувствую себя реально как лох сейчас, который вообще не умеет подбирать одежду и так далее. Как хорошо, что меня сейчас никто не видит, кроме Маши. Не верю, что мне придется в этом ходить. Да-да, причем весь день. Маш, ну весь день это как-то жестко, ты же не ходила весь день в полотенце? Вообще-то не полотенце, а плед, и это нельзя сравнивать. Я была голена, между прочим, и могла застудить себе легкие. Ай-май-май. Ладно, Маш, если ты об этом кому-нибудь расскажешь, тебе конец. Ага, конечно. Маша, только попробуй это куда-нибудь выставить. Я оставлю эти фотографии при себе, но если в следующий раз ты со мной не поделишься с трипсами, то эти фотографии окажутся в телеграм-канале Дабл Бабл. Ну, Маша, вот так тебе и доверяй. Страх экзаменов! Я очень боялась сдавать экзамены и не думала, что мне придется делать это снова. Но правила челленджа такие. Итак, добро пожаловать в школу на самый необычный экзамен. Ты готова? Готова. Я уже боюсь. Правильно боишься, правильно. Тогда вопрос номер один. В каком году мы познакомились? Наверное, в 2010-й. Правильно. Мне уже дурно. Какое первое видео на канале Дабл Баббл? А, куклы, куклы. И оно было, кстати, на английском языке. Правильно. Какой лучший актер на канале Дабл Баббл? Ну, наверное, я. Неправильно. Всем известно, это я. Я бы с этим поспорила. Молчать, а то на пересдачу отправлю. Итак, следующий вопрос. Когда ты купишь сестре собаку? Что ты молчишь, отвечай. Вы же сказали молчать. Это уже другой вопрос, неважно. Когда на канале стукнет пять миллионов подписчиков. Поэтому что надо сделать? Всем подписаться прямо сейчас. Да. Следующий вопрос. Сколько сейчас подписчиков в Телеграме? А, 13,5 тысяч. Почему так мало? Я не знаю, но мы же выкладываем туда всякие классные штуки. Что надо сделать? Вам тоже надо подписаться. Молодец, хорошо идешь, держишься. И последний вопрос. Если ответишь неправильно, пойдешь на пересдачу с... Когда у Машки день рождения? 20 сентября. Правильно, наверное. Я сам не знаю. Ну что, я сдала? К сожалению, да. Когда я была подростком, я всегда боялась сбежать из дома. Было очень страшно. Я себе даже не представляла, где я смогу переночевать, потому что к подругам, к друзьям ты не пойдешь, потому что родители начнут, их родители начнут возмущаться, говорить, что это такое, там своего дома нет. Но я отчетливо помню, когда я была маленькой, у меня был вот такой вот рюкзачок, и я туда умещала столько вещей. И когда родители там не обращали на меня внимания, занимались своими делами, или они меня ругали, или они ругались, короче, что-то происходило, я собирала вещи, все, я ухожу из дома, но почему-то не уходила, я не знаю почему. Теперь попробую наверстать упущенное, и попытаюсь сейчас по-настоящему уйти из дома. Все, достали, в этот раз я точно ухожу из дома. Нужно забрать то самое необходимое. Так, Пикачу. Чебурашка тоже, один из самых любимых видосов, которые мы с ним снимали. Да, Чебурашка? Очки. Лето же, в конце концов, скоро. Ну-ка, тихо. Мама ходит, нужно подождать, пока она зайдет в ванную и незаметно выйти из квартиры. Теперь нужно работать быстро и аккуратно, как профессионал. Да что ты такая шумная. Все, раз, два, три. Далеко собралась? В магазин. А рюкзак тебе зачем? Как зачем? Покеты нынче дорогие. Я как раз сегодня в магазин с утра ходила. Марш домой. Мама. Ты мне еще тут по мамкой. Домой. Не хочу, не буду, но мама, я уже взрослая. Ладно, не особо уж так и хотелось уходить из дома. Здесь хотя бы еда есть. Вот и правильно, иди поешь. Но придумывают же себе. Вот согласитесь, кто из вас не боялся того, что родители вас подловят на лжи? Например, я пару раз логала своим родителям о том, что я нахожусь в колледже, хотя я не была в колледже. Я предлагаю проверить этот миф на ребятах. Я сказала, что я у Маши, но сейчас я нахожусь в торговом центре. Это, конечно, ложь не такая большая, но все-таки ложь. Сейчас прямо я им позвоню. Привет, ребят. Привет, ты где? Я у Маши. А что так шумно у вас? Да, это телек работает. Никогда такого не видел. Прямо гул. Ты точно дома? Да, точно, точно. Подойди тогда к Машиной маме. Ксюша. Алло. Здравствуйте. А Ксюша у вас? Да. Ну, вот видишь, я же говорила. Не знаю, но мне кажется, что что-то тут не чисто. Что ты скрываешь? Нет, я вообще ничего не скрываю. Ксюша, ну я же вижу по карте, что ты в ТЦ. Да блин. Ребят, конечно, провести не удалось, но дозу адреналина я, конечно, получила. Да, Ксюш, и я. Знаешь, когда в последний раз я так себя чувствовала паршиво? Не знаю, в классе седьмом? Именно. Снимать свои видосы в начале всегда очень сложно. Кажется, что ты выглядишь глупо, нелепо, и тебе сейчас засмеют. В общем, стрёмно. Поэтому сейчас я постараюсь снять видео в несвойственной себе манере. Как будто бы я только начинаю снимать. Всем привет, я Аня Рай, и вы на моём ютуб канале. Аня Рай. Сегодня у нас будет супер челлендж, а потом лайфхаки. Короче, супер микс, а ещё я расскажу, как прошёл мой день. Ну, а начнём мы, конечно же, с того, что вы должны подписаться на мой канал. А сейчас, прямо сейчас, будет распаковка. Блин, какая распаковка? Чё я вообще хотела снимать? Я весь текст забыла. Блин, надо, наверное, решить, каким блогером я буду. А то у меня резко всё припуталось в голове. Ооо, кошмар, такой нельзя выкладывать, меня вообще все засмеют. Ладно, стану тиктокером, так легче. Да чего тут пару раз подрыгался, покривлялся под музычку и 10 миллионов подписчиков. Погнали. Блин, я чё, танец не записала? Кнопку не нажала, ё-моё, такая была импровизация. Сейчас всё получится. А, блин, чуть телек не разбила. Ладно, опубликовать. Кис. О, уже один просмотр есть. И коммент написали. Ты танцуешь, как лох? Чё? В смысле? Чё лох-то сразу? Блин, я же только начинаю, а у меня уже хейтеры. Ну и ладно, хейт это мой пиар. Отличный слоган. Следующий страх, что увидят уродские фотографии. На самом деле, это не страх, это скорее всего боязнь за себя, потому что девочки в подростковом возрасте всегда комплексуют. И это нормально, потому что девочка только растёт, формируется, ей всё в себе не нравится. И даже любой прыщик она пытается замазать и боится показать его на камеру или фотку выложить некрасивую. А тем более, если кто-то сфотографирует мне не при таком ракурсе, это всё катастрофа. Даже по сей день, когда меня Ксюша фотографирует, я порой смотрю на эти фотографии и думаю, лучше бы ты меня не фотографировал. Ну, короче, страх, конечно, так себе, но неприятно. Кстати, о фотках, Маш, скинь мне с прошлых выходных, пожалуйста. Ага, сейчас. Вроде эти. Ай, ладно. Ого, Маш, это что такое? Блин, это не то, что я хотела тебе отправить. Вообще не тебе, а своей старой и давней подруге. Отдай. Ну уж нет, я уже к себе сохранила. Ксюша, ну хорош. Я уже к тебе отправляю. А, ну отдай. Нет, не отдам. Отдай. Не отдам. Не отдам. Это личная собственная скорость закона за распространение. Ты же сама мне это отправила. Отдай, не отдам. Дай, не отдам. Дай, не отдам. Не отдам. Всё, всё отправлено. Нееет. Какой позор. Ну что, Ксюша, похожа? Да, Маш, я же сама поверила. Слушай, страх страхом, но с какой-то стороны это даже как-то весело. Свидание с девчонками. Это очень нервное мероприятие. Вдруг что-то пойдёт не так или скажешь что-то не то. В общем, в одно свидание я решил добавить самые казусные ситуации, которые только могут случиться. Ну что, давайте устроим свидание. Ай, блин, вот так всегда и начинается, когда нервничаешь. Ладно, собрался. О, Саша, это ты? Это он. В смысле, не он, это он. Он, в смысле, это я, да, это я. Ты что так нервничаешь? Я хотел сказать, что ты это, моя бульба, в смысле, судьба. Пойдём туда. Туда пойдём? Куда туда? Ну, как ты не понимаешь, ну туда, туда ходят парни и девушки. На-на-на-на-на-на. Да успокойся ты, скажи нормально. Уф, успокоился. Нормально. В смысле, это, на свидание пойдём? А, ну сейчас, подожди, заходи. Сейчас, сейчас, я переоденусь. Присядь пока на диван, если хочешь, возьми водичку. Водичка? Конечно хочу, в горле-то всё пересохло. Фу, успокоились. Я не нервничаю, я не нервничаю. Всё нормально, это же не первый раз. Сейчас попью газировочки и вообще никаких проблем не будет. О, хорошо. Ну как тебе я? Вау! Вау! Ух ты, ё! Неудобно получилось, прости, газировки нами перепил. Давай, присаживайся, всё готово. Спасибо, ты такая хозяевка, всё так красиво. Попробуй этот салатик, мой фирменный. Хорошо, да. Блин. Что-то у тебя в рот не попадает. Да, я чё-то как-то нервничаю. Ну, как у тебя день прошёл? Да? А, отлично. А у тебя? У меня тоже замечательно. Я сегодня столько дел переделала. Правда? Ммм, какая вкусная вода. Ну, за тебя. О! Что ты наделал? Прости, пожалуйста, помидорчик застрял. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Мастер. Сейчас расскажи мне шутку. Хочешь? Ну, давай. Знаешь, что такое тысяча мегабайт? Что? Один гигабайт. Не смешно, да? Ну, ладно. А, ты знаешь, я тут, короче, играл в одну компьютерную игру. Там, в общем, пять линий. Есть верхняя, средняя и нижняя. И там, короче, надо победить. Вот, очень интересно. Я играю там на медведя. Нравится тебе такое? Черт, это какая-то ерунда, по-моему. Видимо, нет. А мой друг только что починил машину. У него были жигули, а теперь Волга. А починил он жигули или Волгу? Да я, честно говоря, сам не знаю. Ну, не знаю, что еще рассказать. А, вспомнил? Нет, забыл. неудобненько получилось. Может быть, пойдем погуляем, а то что-то здесь душно. Согласен, отличная идея. Сейчас я тебе помогу. Тут ты рукава. А, извини, перепутал. Так, вот это из стороны. Нет, вот это. Ох, тихо, тихо. О, звездочки пошли. Прости, пожалуйста. Поверни. Все нормально? Да нормально. Давай. Вот это толчок. Все, давай. Сейчас я сам ботинки одену. Неужели? Штаны порвались прямо на попе? Это катастрофа, а не свидание. Да, все нормально. Да, да, пойдем. Иди, иди. Блин, дырка. Ну, а вам, ребята, как это видео? Понравилось или нет? Какой у вас самый страшный страх? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте посмотреть вот эти видосы. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok